Начался новый сезон и сразу очень активно. Ну, начнем с обрезки. Каждый сезон у нас начинается с обрезки, а обрезчиков я уже третий год подряд привожу из Краснодара. Да, это дороже, но с местными мне тяжело, потому что их нужно обучить, кто-то бухает, кто-то этот сезон работает, кто-то не работает. В общем, куча проблем. Здесь люди приехали, они приехали работать, у них сдельная оплата за весь сад, за обрезку всего сада. Я им показал там свои видения обрезки, все, мы пошли. Первый день я с ними, потом я просто уже контролирую. В этом году обрезки достаточно много, потому что приросты в прошлом году были такие значительные. Еще в прошлом году я начал замечать эту проблему, в этом она прям стала явной. Все эти обрезки, все эти ветки у нас лежат здесь в междуряде. И мы много раз уже прокалывали просто колеса на тракторе, я там на своей Ниве, на УАЗиках. И убирать это руками геморрой. Сейчас это вот видите, как происходит. Просто какая-то лежит куча, которую собрали. Вместе едет трактор и все это грузят в телегу. На будущее, конечно, это очень много труда, соответственно, ручного труда. И на следующий сезон надо все-таки покупать вот эти вот щетки, эмульчировщик, чтобы это все здесь перерабатывать. В целом обрезка уже у нас где-то на стадии 50%. Сегодня 19 апреля, почки еще даже не начали набухать. В общем, работы много. В целом после обрезки дерево выглядит примерно так. Почка есть в этом сезоне. Загадывать, конечно, не хочу, потому что в прошлом году нас убили просто возвратные заморозки. Во время цветения температура там по ночам была минус 2, минус 3, было много дождей. В этом году вот так. Да, возможно, мы где-то оставили много. Вот эту вот ветку можно бы убрать для окна. Но я пока хочу ее оставить, здесь собрать яблоки. В следующем году ее обрежем. Как-то так выглядит дерево. Оно уже почти дошло у нас до верхней проволоки шпалеры. В этом сезоне еще центральный проводник подрастет. И уже будем прикреплять к шпалере. Все будет хорошо. Подготовили колышки. Их будем вот так вот ставить к яблоням. Ну, наверное, видели вы уже на каких-то яблонях. То есть вот так будет ставиться колышек. Вон яблоня, смотрите, какая кривая. Просто ее из-за яблок скривило. Скоба ее уже не держит. Так, она сползает. Поэтому будем ставить колышек, чтобы выровнять это деревце. Потому что в этом году здесь будут еще яблоки. Тоже работа. Это молодой сад. Это посадка 2020 года. И осенью, не знаю, допустили мы ошибку или перестраховались. Короче, мы все междурядья перефрезеровали. Почему? В 2020 году на первом квартале нам мыши прям дали жару зимой. Они сожрали там, наверное, пару тысяч деревьев. Мы просто выкинули. Потому что они объели вокруг штамба. И все, яблони просто погибли. Но я в Инстаграме у себя показывал. В общем, осенью мы это все дело перефрезеровали. И таких выпадов нет. С мышами вроде вообще проблем не было. Но сейчас как бы поэтому, вот если это так засохнет, поэтому ездить будет не вариант на опрыскивание. Поэтому сейчас трактор ходит и еще раз фрезерует. Да, дополнительные затраты. Да, используем технику. Да, платим зарплату. Но лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Ну и вот я предполагаю, что мы сейчас еще раз пройдем здесь фрезой. И уже будет в этом году ровненький классный лужок, который уже останется на всю жизнь. После этого будем уже работать садовой фрезой. Здесь еще не работали. Ну и видите, деревья тоже разные. Здесь еще обрезку не проводили. Где-то совсем нет центрального проводника. Как, например, вот на этом дереве. Он, скорее всего, замерз. Его в прошлом году отрезали. Будем переводить вот сюда, скорее всего. А это все убирать. Но это нюансы. А теперь поехали покажу наши грандиозные планы. Потому что это прям для нас. Ребята, в общем, вот здесь будет новый сад. Почти 30 гектар. Что мы сейчас делаем? Осенью взяли анализ почвы. Во-первых, здесь плужная подошва. Джон Дир сейчас бегает с чизельным плугом. Эту плужную подошву снимает. Она у нас на глубине где-то 40 сантиметров. Он залазит там на 70-80. То есть подошву мы уберем. Паш почвы. У нас, в принципе, земля кислая. Там 4,5-5. Для яблони идеально 6,5. Поэтому мы сейчас вносим доломитовую муку. Наши братья, коммунальщики, дорожники нам помогают. Мы у них арендовали машину вместе с водителем. В общем, разбрасываем доломитовую муку. После этого, чтобы это все перемешать, идет у нас чизельный плуг. Это еще мы все дело пройдем бараной. И будет просто идеальное поле для посадки. Уже начали копать траншеи под полив. Центральная магистраль уже выкопана. Разбивку сада уже сделали. Вот так вот колышками вдоль у нас идет дорога. Это отмеченные ряды пойдут вот так. Так как разбивка готова, уже начали копать магистрали под полив. Я думаю, что в ближайшие дни мы начнем монтировать полив. В общем, движуха прям... Голова к концу дня взрывается. Но это круто. По-другому никак. Из приятных новостей. У меня сейчас сад на подвое 54-118. И он вступает в плодоношение на 4, 5, 6 год в зависимости от ухода. И я это вижу сейчас на практике. Мы первую ошибку в первом квартале допустили, что схема посадки была не та. Во втором квартале мы это поправили. А сейчас мы везем саженцы из Сербии на подвое Б-9. И будет схема посадки 4 на 0,7. И это 3,5 тысячи на гектар. То есть это уже такой прям супер интенсив хороший. И у нас в регионе этого еще никто не делал. Мы первопроходцы и будем держать пальчики, что все будет хорошо. Короче, ну придумали мы себе движух, конечно. Сделали большой проект еще на перспективу. Сейчас у нас проект для развития сада до 120, по-моему, или 140 гектар. Но текущего накопителя, который у нас есть, откуда мы берем воду, нам не хватит. И поэтому мы строим большой накопитель на 15 с лишним тысяч кубов. Сейчас я покажу. Мы как раз едем туда. Ого, нормально он тут уже так накопал. Надо завтра ставить машину и эту землю увозить. Пойдем. В общем, вот здесь будет накопитель наш. 150 метров. Ну, грубо, плюс-минус. 150 метров в длину, 40 метров в ширину. Будет наполняться он из скважин. Объем накопителя где-то там 15 с лишним тысяч кубов. Этого нам должно хватить, чтобы закрыть всю эту площадь, которую мы планируем. Даже для перспективы. Сейчас мы снимаем плодородный слой грунта. Им будем выравнивать поля. Потому что поля у нас не везде идеально ровные. Где-то низинки есть. Вот. А потом уже мы не будем копать на всю глубину вниз. Мы будем поднимать, как бы, берега и делать плавные спуски. Ну, и вот я говорил, у нас уже готова центральная магистраль под полив. В общем, вот здесь у нас будет проходить центральная магистраль. По длине всего сада от нее уже будут уходить боковые. Копаем достаточно глубоко, чтобы не промерзало. Здесь будет 225 труба, мощные насосы, которые там на полтора-два километра эту воду смогут протолкнуть. В общем, движуха полным ходом. Там он, опа, застрял что ли? Смотри, сними туда. Трактор застрял. Вот тебе и низинки, про которые я говорил. В общем, движуха полным ходом. Там трактор готовит почву для посева. Там экскаватор что-то выравнивает, разравнивает. Завтра будет продолжать копать. Землю надо увозить. В общем, огонь. Вот такой ролик из хозяйства. Не знаю, напишите, вам нравится, не нравится. Продолжать снимать эти ролики или нет. Если вам зайдет этот ролик, будем показывать весь сезон наш, так скажем, живой. Такой формат, без там какого-то количества супермонтажа. Все как есть. Вот показываю все, как есть в реале. А не красивые картинки блогеров в Инстаграме, там и в Ютубе. Подписывайся на канал, ставь лайк. Пожелай нам удачи и в следующих роликах увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова